всем привет дорогие друзья и гости нашего канала рады приветствовать вас на нашем канале так как я и обещал и говорил своих предыдущих роликах что нужно будет инкубировать яйцо мускусной утки как только будет время и возможность я сниму об этом видео расскажу и покажу как нужно подготовить инкубационное яйцо к инкубации что нужно сделать расскажу о температурном режиме и покажу как это все делаю я за тот период пока нас не было дома наши мускусные утки нанесли яиц и вот нужно закладывать инкубатор чтобы эти яйца не пропали и чтобы вывести утят выбрать лучших из лучших и оставить что-то новое на племя первое что нам нужно сделать это отобрать хорошее инкубационное яйцо от браковки у нас не было все яйцо ровненькое крупное эти яйца которые лежат у нас здесь на тряпочке уже помытые протертые и ждут свой черед пока они немножечко обсохнут и буду закладываться в инкубатор специально я оставил в этом лотке яйца те которые нужно еще помыть вот как видите это грязное яйцо грязь отмывается очень быстро но нужно смывать не только грязь на самом яйце есть оболочка восковая которую тоже нужно хорошенечко смыть когда яйцо подкладываем под мускусную утку или под индюшку под курицу под любую другую наседку то этого делать не нужно когда яйцо закладываем в инкубатор то это желательно делать есть люди которые этого не делают но все равно желательно это сделать потому что когда яйцо инкубируется под наседкой она его клювом или лапами переворачивает сбоку на бок и сдирает вот эту восковую пленку или оболочку когда она лежит в инкубаторе такого не происходит и для того чтобы поступало больше воздуха самое то чтобы эмбрион хорошо развивался или зародыш нужно вот эту оболочку снимать как это все делается нам нужно для этого тазик с теплой водой яйца на несколько минут мы ложим в этот таз с водой буквально две-три минутки и потом начинаем их мыть есть люди которые моют наждачной бумагой но я к таким методом не прибегаю достаточно обычной кухонной вот такой губки берем вот эту жесткую сторону сейчас яйца немножечко в воде полежат и губкой мы будем протирать увидите как яйцо поменяется даже вот здесь видно что оно такое немножечко тускловатое а здесь видно что яйца уже белые и вот этого глянца уже на них нет это первое что нам нужно сделать при подготовке инкубационного яйца к инкубации проводить вот такую обработку или подготовку яиц к инкубации можно в слабом растворе марганцовки добавляя марганцовку в теплую воду можно добавлять уксус 50 грамм на литр воды и можно добавлять еще перекись водорода но в данном случае у нас только чистая вода когда яйцо приходит какого-то другого хозяйства то я использую слабый раствор марганцовки для того чтобы яйцо обеззаражить вот видно что это яйцо у нас уже помытые и видно какой цвет у яиц которые еще не помытые вода становится сразу какого-то непонятно серо-глинистого цвета оболочка вся с яиц у нас смылась и теперь ожидаем пока они просохнут после того как они просохнут нужно обязательно их пометить для того чтобы потом правильно переворачивать яйцо когда она будет лежать в инкубаторе потому что яйца у нас будут лежать они стоять в ячейке мы их закладывать не будем яйцо водоплавающих птиц инкубируется лежа и будем перекладывать их в инкубатор температура в инкубаторе у нас будет 38 и 2 первые сутки потом мы температуру понизим до 38 градусов многие говорят что инкубация яиц мускусной утки это сложный процесс это длинный процесс можно практически два раза высидеть цыплят это действительно так но она того стоит мускусная утка у нас белой тяжелой линии растут утята очень быстро утки крупные тихие мясо вкусные нежирные без всяких сторонних запахов так что эта уточка достойна внимания и я думаю что то время которое я потрачу на их инкубацию потом даст свой результат на улице у нас уже седьмой месяц многие говорят что это уже поздняя пора для того чтобы что-то инкубировать и особенно мускусную утку потому что период инкубации 32-36 дней но хочу вам сказать что это еще не поздно несмотря на то что месяц они еще будут лежать в инкубаторе они успеют вырасти и к первым морозом они уже будут взрослыми красивыми утками которых будет уже сложно отличить от их взрослых родителей забойный возраст или убойный возраст у них от 75 дней 90 дней плюс минус они идут в линьку так что до 90 дней те особи которые предназначаются на мясо они уже будут убраны и останется только то что нужно оставить на племя еще раз повторюсь что эти утки растут очень быстро и имеют очень хороший потенциал к набору мышечной массы и к набору веса так что это еще не поздно инкубировать не только на мясо но и на племя для меня это даже лучше потому что пройдут уже все жаркие месяцы пройдет лето ближе к осени будет не так уж жарко появится опять новая зеленая трава будут новые корма потому что вот сейчас начнут люди уже скашивать зерно потом появится кукурузка и т.д. и т.п. так что кто еще не обзавелся мускусными утятами кто еще мечтает но думает что уже поздно я вам хочу сказать что это не поздно по предыдущих моих видеороликах можете посмотреть наши две уточки вывели утят как растут наши утята какая тенденция роста утята скоро перегонят уже свою маму те которые вывелись первые очень быстро они растут а утятам только две недели так что пробуйте инкубируйте выращивайте и все еще у вас получится это еще не поздно сейчас я буду подписывать яйцо и будем закладывать его в инкубатор подписанное яйцо перекладываем в лоток и сладка будем перекладывать уже в инкубатор для инкубации мы будем использовать инкубатор теплуша это один из лучших инкубаторов который был у меня за время инкубаций и за весь период когда я занимался хозяйством теплуша полный автомат в этом инкубаторе у нас инкубируется яйцо черно-медного марана а в этот инкубатор мы заложим яйцо мускусной утки будем надеяться что сюда влезет все инкубационное яйцо которое у меня есть если нет то будем включать еще у есть запасной инкубатор инкубатор квотчка мид вид с 1 е который тоже показывает очень хорошие результаты просто он не автоматический а механический и вот поэтому теплуша для меня немножечко лучший в обслуживании потому что не всегда есть возможность переворачивать яйцо здесь яйцо переворачивается автоматически но конечно когда яйцо залаживается от водоплавающей птицы то придется переворачивать руками но не только из-за поворота этот инкубатор хорош очень хорошо держит температуру влажность и инкубировать в этом инкубаторе одно удовольствие сейчас наливаем водичку в поддончик и будем перекладывать уже инкубационное яйцо при инкубации яиц мускусной утки обязательно нужно смотреть чтобы в инкубаторе всегда была вода и поддерживалась влажность потому что это водоплавающая птица и влажность должна быть немножечко выше чем при инкубации кур индюков или цесарок водичку мы наливаем в поддончик и выкладываем инкубационное яйцо надеемся на хороший результат на то что все наши утятка выведутся и у нас будет пополнение маленькими красивыми желтыми комочками и так по температурном режиме так как я уже говорил первые сутки температура у нас 38 и 2 и ровно сутки мы инкубатор наш не открываем не трогаем ничего не доливаем яйца не переворачиваем на сутки мы о нем забываем как только у нас проходят сутки открываем крышку инкубатора и делаем первый переворот яиц переворачиваем мы яйца минимум два раза в день а максимум вы можете переворачивать столько сколько вам получается хоть через каждые два часа это не помешает но в среднем плюс минус 3-4 раза в день но так как я уже сказал хотя бы два утром и вечером шестого дня инкубации мы начинаем уже проветривание проветривать мы начинаем один раз в день около пяти минут и с каждым днем мы это время увеличиваем после одиннадцатого дня мы проветриваем яйцо или охлаждаем два раза в день утром и вечером с пятнадцатого дня мы начинаем уже инкубационное яйцо опрыскивать опрыскиваем мы яйцо один раз в день а потом опрыскиваем два раза в день и крышка инкубатора у нас уже открыта не пять минут она уже может быть открыта 15 и 20 минут в зависимости от того какая температура раньше я переживал что долго нельзя тримать крышку инкубатора открытой но после того когда я инкубировал мускусных уток я вам хочу сказать что она может быть открыта и до получаса ничего плохого с яйцами не произойдет опрыскиваем мы до тридцатого дня охлаждаем и где-то до ну практически до первого писка только вы услышите что в яйце утенок уже пищит вы яйцо уже не переворачиваете вы это уже не опрыскиваете и вы яйцо уже не охлаждаете смотрите за тем чтобы вода была в поддоне чтобы был доступ воздуха чтобы были открыты все вентиляционные отверстия и наблюдаете за процессом температура у нас остается 38 градусов если вы видите что идет массовый наклев и массовый вывод вы температуру можете понизить до 37 и 8 это вы можете сделать уже после 11 дня или после 15 но я никогда этого не делаю лучше яйцо почаще или подольше правил проветривать и охлаждать нежели играться с температурой один раз я попробовал температуру понижать у меня что-то не получилось и после этого мне дали дельный хороший совет никогда с температурой не играться под курицей либо под уткой температура не меняется она как села так до конца она и сидит она просто подолгу потом встает и гуляет так что сколько лет я уже придерживаюсь своего графика инкубации первые сутки 38 и 2 и все остальное время у нас температура 38 и всегда у нас очень и очень хороший результат вот такие несложные правила инкубации яйцо наш лежит в инкубаторе и будем сейчас мы его запускать в работу с этого дня начинается у нас инкубации яиц мускусной утки и как я уже сказал будем ожидать хорошего результата бог в помощь и ожидаем новых птенцов всем спасибо за просмотры за подписки за лайки за комментарии за то что смотрите комментируете кто еще не подписался подписывайтесь нажимайте на колокольчик ожидайте новых видео оставайтесь с нами впереди еще много интересного у кого есть вопросы пишите комментариях постараюсь ответить ждите вместе с нами результат ожидайте новых птенчиков инкубируйте пробуйте и получайте результаты всем всего хорошего всем пока пока и до новых встреч в следующий раз